Добрый вечер! В эфире нашего канала экстренный выпуск новостей. Коротко о главном. Необычное аномальное явление. У президента России поехала крыша. В последнее время это явление наблюдается у всех президентов, включая население. Весь мир и все прогрессивное человечество отмечает сегодня необычный юбилей. Ровно 40 лет тому назад Россию покинул прекрасный человек Михаил Шапира. По этому поводу Владимир Владимирович Путин срочно прервал свой очередной полет со стерками и связался на свою голову с нашей студией, чтобы тепло поздравить юбиляра. Дорогие друзья, хочу сказать вам, что сегодня самый знаменательный, самый выдающийся день в истории. Этот праздник, на мой взгляд, должна отмечать вся наша страна. К поздравлению президента России присоединились и другие лидеры иностранных держав. Честно говоря, я удивлен, почему мой друг Михаил отмечает свои юбилеи в Кливленде. Я подготовил шикарный прием, собрался отвезти гостей в свой замок в Провансе. Шато Физак, тушеная спаржа, заливные трюфеля. Спасибо, Николя. Не обошлось и без скандала. И как нам стало только что известно, президент США Барак Обама... Ну а от себя лично добавлю, что я немножко расстроен, потому что меня на юбилей не пригласили. Спасибо большое, ребят. В связи с таким необычным юбилеем мы обратились к выдающемуся режиссеру Никите Михалкову. Здравствуйте, Никита Сергеевич. А? Чем объясняется, что имеет такого героя, как Михаил Шапира, до сих пор нет фильма о нем? Я думаю, что есть на повестке дня новый герой, новый герой нашего времени... Человек личный, сам сделавший... Свою судьбу в наше трудное время реформы ломки. Вот представьте на минутку... Нет, на секунду, представьте только Сибирь. Близкий Михаил Человек, Яков Ротманский, тоже, как и я, выдающийся режиссер, обленился настолько, что поручил это мне, хотя прекрасно знает, что я с этим не справлюсь. Спасибо, Никита Сергеевич. Время новостей на РНТВ в студии Светлана Алянина. Только что мы получили экстренное сообщение о том, что свой 40-летний юбилей отмечает в Кливленде Михаил Шапира. Мы связались с Кремлем и сейчас на прямой линии премьер-министр России Дмитрий Медведев. Итак, Дмитрий Анатольевич, знаете ли вы, что сегодня Михаил Шапира отмечает свой необычный юбилей? Почему-то мне никто из наших коллег об этом поскромничали, не сказали. Но мы сейчас тогда это дело отпразднуем. Скажите, Дмитрий Анатольевич, а вы вообще в курсе, как Михаил Шапира уезжал из России? В экстремальном режиме. Все выживали. А вы могли бы ответить, сколько средств было потрачено, чтобы вообще никого не пускать? Более в общей сложности двух триллионов. И вы понимаете, что это реально уже приличные деньги. Причем это деньги разные. Это деньги федерации, это деньги территории, это деньги муниципалитетов, это деньги бизнеса, это, наконец, наши с вами личные деньги. Если не секрет, Дмитрий Анатольевич, почему вы не выслали юбиляру ни копейки из ваших личных сбережений? Ну, нет у меня больше денег. Да я не хочу ее перечислять по каким-то вопросам. А что вы можете сказать о музыке, которую любит слушать Михаил Шапира? Вот это хорошая тема. Я считаю, что она просто тоже воспитательное значение. Ну и последний вопрос, Дмитрий Анатольевич. Хотели бы вы присутствовать на этом празднике? Я был бы, конечно, просто счастлив. Но и я буду стараться, чтобы у вас все было нормально. Спасибо, Дмитрий Анатольевич. И в заключение Путин сказал. Дорогой Миша. Специально по такому случаю я заказал праздничный салют. Разумеется, за ваш счет. Это необыкновенно красиво. На это стоит посмотреть. О деньгах можете даже не беспокоиться. За ними придут завтра. А сейчас наслаждайтесь салютом. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова